всем здравствуйте сегодня мы проведем прямой эфир с владмирой на тему как повысить свой средний чек и зарабатывать больше сейчас я закреплю тему сейчас дождемся кости этого эфира и начнем для тех кто присоединяется еще раз мы сегодня с владмирой это психолог коуч который работает с миллионерами мы проведем эфир на тему как повысить свой средний чек и вы доход этом будет актуальнее только маркетологом в принципе всем там любым фрилансером влада привет 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 отличное настроение только воду горячую отключили в квартире придется в зале мыться спортивно это да так я предлагаю чтобы нас не не сбивали смысле я отключу комментарии вот те кто хочет задать вопросы задайте вопросы в конце то есть кому будет интересно кому будет актуально в конце задайте потому что не хочется отвлекаться на неадекватов и там непонятных людей в общем в конце останутся только понятные адекватные люди надеюсь вот да давай представься расскажи про себя чем ты занимаешься почему нужно тебя слушать я наставник по трансформации мышления помогла уже 120 людям только за два последних года выйти на доход более 1 миллиона рублей в месяц помогаю строить команды которые делают действительно большие результаты меняю мозги скажем так и помогаю людям реализовать глобальные цели через раскрытие потенциала и через изменение мозга не побоюсь этого слова мы слады кстати тоже работали и она мне реально помогла и самом деле все люди которые у меня в прямом эфире это не случайные люди и они прошли мой внутренний фильтр у меня очень жесткий фильтр вот поэтому действительно влада помогает и кто занимается психологии очень тонкий психолог кто занимается эзотерикой влада тоже по этой теме очень активно изучает продвигается вот и мы с ней вот на такой теме тоже вот сошлись потому что у меня и психологии нравится и эзотерика и за мы с ней как то вот на одной волне до родственной души вот поэтому сегодня мы будем вам помогать с темой того как зарабатывать больше тоже представлюсь меня зовут максим я маркетолог уже 10 лет этим занимаюсь среди кейсов это тони робинса я шабудинов артисты blackstar или слава гандапас сколкова там компании различные недавно мы с втб начали работать свое агентство вот ну и соответственно долгий путь от фрилансера до своего агентства вот поэтому тоже не понаслышке понимаю знаю вот эту боль когда хочется зарабатывать больше но не можется да вот поэтому сегодня будем это обсуждать да давай построим следующим образом то есть мы будем просто брать какую-то тему я возьму на себя роль ведущего вот и там буду озвучивать какую-то тему вот я про нее первую буду говорить а потом будешь ты вот и можешь меня любой момент перебивать там сказать макс можно там скажу вот я буду смотреть чтобы ну никого не обидеть из твоей аудитории просто тебе тоже много есть что сказать но у нас просто час вот хотел соответственно начать с того что я понял обучая более там 300 человек по маркетингу у меня был курс и он сейчас есть по маркетингу я задумался однажды почему люди совершенно разных возрастов из разных геолокаций с разным опытом с разными целями там национальностями почему у кого-то есть результат у кого-то нет при этом все проходят один и тот же курс мой да и при этом вот кто-то после курса зарабатывает там 100 200 300 тысяч до этого зарабатывает там 50 на максимум кто-то нет и я реально понял что успех да вот моя модель объяснения формул успеха для фрилансеров для людей которые работают в услугах успех он состоит из трех составляющих это психология это инструменты эта система 90 процентов людей они почему-то думают что важно изучать инструменты то есть нужно ходить по мастер-классам по вебинарам изучать таргетинг как настроить автоворонку как запустить рекламу как создать чат бота как автоматизировать вот я не в этом закапываются искупать и соответственно тренингов на эти темы постоянно обрастаясь да 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 при этом как говорит оскар хардман я вот недавно почитал книгу очень понравилось делай просто он говорит то что при этом ссылается тоже на умных людей с которыми он работал инвесторов он говорит то что есть такой показатель как индекс реализации того что ты изучил а то есть вот ты скажем напомнился у мост какой-то информации вот какой процент того что ты узнал ты реализовываешь вот ты применяешь и у людей как правило которые не достигают результата у них очень маленький этот индекс индекс применим применяемости вот этой информации да дальше что я понял то что ну системы понятно то есть мы про систему можете почитать там фридмана там за других там коучи там эту тему это все как бы менеджмент лидерство это понятно психология вот в психологии сам я тоже с этим столкнулся как бы вот когда например вот ну по себе скажу да вот у меня была куча проблем с там определенной категории клиентов да я с ними ругался просто вот и какой-то момент я просто понял и ты да и ты в этом знаешь то что мне это мешало бы это был мой стоп-фактор потому что мне не позволяло это то есть я как я крутой специалист у меня крутой опыт у меня классный где работает голова ну блять за мат как бы вот это вот проблема с коммуникации да вот проблема с каким-то с моими темами которые меня выкидывали флешбеком там в прошлое они не давали просто вот идти дальше да и у большинства людей вот кто не может выйти там на уровень там x2 x3 там со 100 до 300 100 до миллиона у них как раз эти затыки которые просто не позволяют им выйти дальше и вот эти затыки как раз они чаще всего связаны ну как я это понимаю там ты как психолог как профессионал в этой сфере меня поправишь и расскажешь более подробно я это понимаю как определенные шаблоны поведения то есть определенные паттерны то есть определенные какие-то правила которые по которым человек привык жить да то есть скажем вот у нее есть правило я помогаю людям и вот он берет кучу бесплатных проектов типа вот я всем помогаю при этом и людям херово что нельзя бесплатно нормально сделать ему хреново да и вот он несчастные люди несчастные все несчастливы потому что здесь проблема в акценте то есть если человек набирает очень много проектов и у него акцент на значимости на то чтобы его признали на то чтобы его похвалили сказать слушайте такой классный такой молодец и чаще всего там вообще же не про деньги то есть человек вообще не думая заплатить ему за это или нет там вот фокус всего внимания он именно на том чтобы вопросы по голубер погладили и очень у многих людей фокус внимания сбит практически ну 80 процентов то есть мы делаем не деньги не манимейкинг действия а там чтобы служить похвалу или очень многие ввязываются в какие-то конфликты очень часто чтобы просто получить статус я значим я победил я альфа-самес и получается каких вообще мы деньгах говорим то есть человек просто закрывает другие потребности когда мы не знаем своих потребностей мы закрываем то что у нас как бы на подсознательных реакциях и все о деньгах речи вообще не идет как только человек начинает узнавать себя изнутри что для него действительно важно что для него ценно тогда только можно менять фокус внимания на то что как бы болит и то что не закрыто вот такие моменты в точку в точку так сейчас так я на лт я просто переключился полностью с тобой согласен потому что вот у меня скажем есть пять человек на личной работе и когда мы с ними вроде бы начали общаться у всех вроде типа вали а финансовые цели задачи да типа зарабатывать 300 тысяч зарабатывать миллион как только мы начинаем копать вот скажем вот у меня есть на работе личной ну назовем его условно там человек в данном буквы вот у него бизнес он хочет вместо 300 тысяч зарабатывать 700 как только мы начали копать выяснилось что он не идет зарабатывать 700 тысяч рублей потому что 700 тысяч рублей рост в x3 связан у него с отрицательными эмоциями то есть отрицательные эмоции так такие как взять больше ответственность на себя отвечать за сотрудников я начинаю с ним обсуждать граб почему у тебя ассоциации с типа взять на себя ответственность за сотрудников legitь я же должен отвечать за их жизни для того почему ты должен отвечать за их жизнь и в итоге выясняется что он ведется как мама своими сотрудниками то есть никакой руководитель обрет на себя роль мамы я бы ум simplicity мама в них есть своя мама зачем ты веришь на себя роль там типа там поддержки нам да да он такой задумался такой в блин реально то есть мы мы чаще всего еще знают путаем, ну, ты как бы знаешь, да, понятно. Роли. Да, роли. Мы путаем роли очень часто, то есть чаще всего в работе, когда вот мы не зарабатываем, будучи там, являясь основателем бизнеса, мы с партнерами друзья, а не партнеры, мы с сотрудниками своими, мама, папа, там, или даже любовник, да, у кого-то, да, но мы занимаемся всем чем угодно, только не работаем, да. А еще, знаешь, самое интересное, когда к нам приходит клиент, и многие на этом погорают прям конкретно, потому что начинается смещение вот этих ролей, то есть человек сам приходит, например, за помощью к тебе, например, или ко мне, не чтобы решить задачу, а чтобы просто сходить, выговориться, и чтобы его послушали. Конечно, он получает свою задачу, вот именно скрытый вот этот мотив он получает, если на это вести, да, то есть я очень много слышала обратной связи, когда ходят к психологам годами, и не получают результата, зато выговорились. И то есть люди, даже большие специалисты, они очень часто не чувствуют этих личных границ своих, да, и начинают вестись на игру клиента. И потом недоволен ни клиент, на самом деле, ни специалист, потому что он не выполнил свою работу, и, ну, получается, не очень хороший специалист. И вот эта вот тема правильных ролей, и понимать, кто ты со своим клиентом, это очень дорогого стоит. И главное еще уметь правильно сбалансировать, чтобы клиенту показать это грамотно, да, и отстроиться, то есть не пойти на поводу, но и в то же время не задоминировать. Это прям, знаешь, такие очень четкие настройки. И отследить вообще, какой потаенный смысл несет клиент, и что он на самом деле хочет при помощи тебя реализовать, это, ой, это такое интересное вообще действие на самом деле. Ну, благо мы с тобой этим обладаем. Да, и, знаешь, я вот заметил реально то, что вот работая с разным количеством клиентов, вот если ты вот вроде бы хочешь как лучше, и начинаешь с ним общаться плотнее, там, чаще ему отвечать, но это всегда работает в минус, потому что клиент начинает тебя воспринимать, опять же, не как партнера, не как подрядчика, не как вот работника, а как друга, брата, не знаю, там, еще как свата, там, дядю, папу, маму, там, вот. И, соответственно, что происходит? Как ты правильно сказала, он на тебя начинает вешать свои ожидания от папы, мамы, брата, друга, то есть, что это значит? То, что ты должен ему будешь отвечать сразу и ночью, и днем, и утром, и выходные, и делать скидку, и идти навстречу, и, там, ждать доплаты, потому что ты же брат, ты же должен, ты родственник мой, ты же, типа, должен войти в положение, у меня же денег-то нет, понимаешь? Вот, и как бы, как из этого выйти? Рамки, то есть, ты вот тоже правильно говоришь, и об этом ты много рассказываешь, то, что нужно выстраивать правильно рамки между клиентом и, соответственно, собой. То есть, нужно, я это называю правило игры, то есть, перед тем, как взять клиента, я тоже не сразу к этому пришел, я говорю правило игры, я говорю, вот, чтобы со мной поиграть в эту игру, то, что я маркетолог, а ты мой клиент, соответственно, ты должен мне заплатить энну сумму денег, мы должны вести всю коммуникацию в WhatsApp, при этом коммуникация в рабочие дни, при этом меня нельзя дергать, то есть, доступ к моему телу, он очень ограничен, есть вот у меня менеджер, через менеджера, пожалуйста, да, вот, когда он принимает эти правила игры, все, все идет четко. Да, есть договор, однозначно есть договор, по которому, если что, должно все соблюдаться. Еще самый интересный момент, что очень часто клиенты, приходя и заказывая услугу, даже у меня, перекладывают всю зону ответственности на тебя, типа, ты теперь все знаешь, давай меня вези на своем горбе, ну, как бы, на чужую шею в рай не въехать, правда же? И очень часто, ну, у меня, как бы, по первости, это я тоже помню, было, когда человек реально, то есть, он думает, что если он ничего не делает, он просто пришел там на 8 консультаций, отбомбил, и можно лежать, потолок плевать, и оно, как бы, знаешь, как волшебная таблетка, само все почему-то прийти должно. Но это так не работает, если ты не делаешь целевые действия, которые мы оговариваем, то есть, ты же тоже даешь задание, это сделай, это сделай, это сделаем, потом посмотрим, что из этого получилось, докрутим стратегию, и уже получаем результаты. Какие классные действия? Ну, я их не буду делать. О каких результатах речь-то идет? Ну, то есть, это сладирование просто знаний. У нас вообще в наше время большой доступ к огромному количеству знаний, много книг, много вебинаров, много там, ну, каких-то курсов, да, и человек думает, что если он миллион курсов посмотрел, автоматом у него что-то в жизни меняться будет. Ребята, так не работает. Только действия целенаправленные. И самое интересное, знаешь, вот это, особенно женщины этому подвержены, настроение плохое, я ничего не буду делать, у меня же настроение. Какое, к черту, настроение? Это результат хочешь или настроение? Вот это вообще подмена понятий в наше время, что важна мотивация. Мотивация – это, блин, состояние. В состояние можно входить, им надо учиться управлять вот так, а не тратить на это сутки. Мотивации нет, делать ничего. Я расклеенный, жопу, простите, поднял и начал делать. Как там Дональд Трамп говорил, между жопой и диваном доллар не пролетит. Я сегодня же ищу, конечно, простите, но просто это правда жизни. Если ты не будешь ничего делать, результата, блин, не будет. Ты можешь миллион книжек прочитать, но Волсон и не там. Это как, знаешь, вот мысль была хорошая, потерял что-то мысль, надо найти мысль. По поводу делания, да, вот люди, когда приходят, а, вспомнил, да, вот у меня есть подруга, назовем ее на букву С, да, тоже, чтобы не обижать. Мы однажды с ней, мы однажды с ней сидели в кафе, не, не сука, у нее имя есть на С, вот, у нее, значит, были определенные проблемы личные, вот, и она ходила к психологу год, вот, год ходила к психологу, мы с ней вот в кальяне сидим, когда я еще курил кальяны, вот, и она вот рассказывает то, что, типа, вот я хожу к психологу, я говорю, а сколько ты ему плачешь? 5 тысяч рублей за сеанс. Я говорю, ахереть, то есть ты за год ему отдала там, ну, приличную сумму денег. Да, и я говорю, а что ты с ним прорабатываешь? Она говорит, ну, вот у меня проблема с тем, что я, значит, вот у меня все отношения складываются таким образом, что я, типа, вот хочу, чтобы обо мне заботились, да, тут как о женщине, потому что я хочу себя чувствовать хрупкой, слабой, там, вот, и рядом со мной, чтобы был мужчина, он меня защищал, там, оберегал, но вот, блядь, и вот я заболела, и он мне даже таблеток не купил. И я ей говорю, вот, я говорю, Эс, я говорю, хочешь я тебе вот сразу скажу, вот в чем проблема, вот, и мне не надо платить 5 тысяч рублей, потому что за кальян заплати, как бы, все, она говорит, окей. Я говорю, проблема в том, что ты не даешь мужчине раскрыться как мужчине, потому что ты ему показываешь то, что ты самодостаточна, и тебе нахер никто не нужен. И вот как он тогда, как мужчина, может раскрыться рядом с тобой? Он такой, блядь, действительно. Но при этом после этого разговора, когда она поняла, что да, так и есть, у нее те же самые грабли, те же, сука, самые проблемы. То есть ей это надо, на самом деле. То есть ей нужна такая ролевая модель, где она самодостаточная, там, классная. От нее мужик созависим, типа, да. Потому что, к чему я это говорю, то, что если какой-то шаблон поведения у вас повторяется, то мало его просто осознать. Важно как бы начать, да, надо менять, надо его поменять на что-то и целенаправленно, осознанно идти на смену паттерна. То есть вот у меня был паттерн, я работаю эффективно и расслабляюсь с кальянами. Я взял его, заменил на спорт. То есть я каждый день по три часа занимаюсь спортом. Бокс, спорт, бег, все. И я там получаю ресурсное состояние, не от кальяна теперь. То есть я просто взял, заменил. Вот. И вот эту фишку нужно, опять же, как бы с психологом же прорабатывать. Потому что вот благо мы с тобой тоже общались на эти все разные темы. И ты мне реально помогала. То есть даже будучи, потому что я это могу понимать, все равно нужен человек со стороны, который это все скажет. То, что вот, Макс, у тебя тут затык. Я когда вот лежал в больнице, мне Владмир пишет, тебя, говорит, несет, Макс, не туда. Давай там это. Меняй тренд. Что-то не туда тебя это понесло. Вот. Ну, в общем. Ну, я очень рада твоим результатам от всей души вообще прям. Спасибо. Спасибо. Слушай, ну вот про ту историю, которую ты рассказал, там интересная такая штука, что очень многие люди, они понимают, куда меняться. То есть они привыкли к своему волосу. Там все знакомо, там все ликушки, друзья, там, короче, все это понятно. А куда, это непонятно. И выход из зоны комфорта, это всегда дичайший стресс для мозга. И вообще единицы могут пойти, отважиться и начать что-то менять. Потому что страх, это наши самые первобытные, я считаю, инстинкты, это рептильная часть мозга, которая блокирует все напрочь. И там уже миллион отмазок. Почему, в принципе, комфортно, что он ничего не делает, или там, что зарплата маленькая. А самое интересное, что чем человек дольше соглашается на вот такой стиль жизни, то есть, ну, как сказать, ну, не самый лучший, скажем честно, да, это не самый позитивный такой момент. Особенно, когда денег меньше становится. И чем больше соглашается человек на этот упрощенный, скажем так, сценарий жизни, тем меньше у него становится ресурсов. Ну, каждый раз соглашается, ну, окей, сегодня я там, например, ездила на машине с личным водителем, ну, вот денег нет, ну, теперь просто на такси буду передвигаться. Потом с такси уже пересел человек на метро, а потом уже с метро шаговая доступность пешочком, потому что даже на метро нет. То есть, ужимание себя, загоняние себя вот в это ограниченное состояние заставляет вас соглашаться на меньшее. Если вы соглашаетесь на меньшее, то не думайте, что ваша жизнь будет такой замечательный, пряничный, шоколадный. Ну, нет. Очень хорошую тему ты затронул по поводу уровня нормы, да, это называется. То есть, по поводу клиентов, да, вот у нас сегодня тема повышения среднего чека. Повышение среднего чека, как я еще понимаю, это отношение прежде всего к себе. Конечно. Да, то есть, за сколько ты готов продавать свое личное время, да. То есть, как ты себя сам оцениваешь? При этом ты можешь делать то же самое, что и человек, который продает в 10 раз дороже эту услугу. Просто он себя так оценивает. И люди соглашаются на это, потому что это как правило игры тоже. Это та же самая игра, как в монополии. За сколько ты готов продать свою локацию там синенького цвета? Кто-то говорит, а давай так тебе отдам. И он думает, вот дурак, да, про себя этот тот человек. Но при этом берет. Другой говорит, давай за пол цены. А другой говорит, нет, я продам ее в 5 раз дороже, потому что ты с этого много заработаешь. То есть, это опять же зависит от того, как ты относишься к своему ресурсу и к этой сделке. Так, Влада, не можешь зайти еще раз попробуй. Попробуй еще раз зайди. Так, я отключу комментарии. Так, давайте посмотрим, есть ли какие-то комментарии. Так, Влада, я тебя жду. Там просто что-то подвисло. Так, пишите ваши вопросы по поводу того, что мы сейчас обсуждаем. Вот, мы еще будем обсуждать где-то полчаса. Влада, заходи. Так, еще раз продублирую мысль, да, то, что повышение среднего чека очень сильно связано с вашим отношением прежде всего к себе, да. Потому что если вы себя не уважаете, не любите, не цените, да, там, вы готовы за бесценок отдавать то, что вы делаете, продавать свое личное время, да, то, как бы, люди на это соглашаются, потому что вы это транслируете. Вы задаете правила игры, вы как точка отсчета в этом всем вопросе, понимаете. То есть, никто, кроме вас, это не решит. За сколько, как вы продаете. Другой вопрос, согласятся ли люди на ваши условия, да. Вот, Влада, есть? Так, давайте присоединим к замечательному Владу. Привет. Радушно, я вылетела. Да, бывает, бывает, бывает. Вот, ты хотела что-то сказать. Да, я хотела сказать, что это, да, это классная тема, что продавать себе дороже, это именно, ну, свои услуги дороже, это про степень позволения, но я бы здесь всегда не забывала про экологию, потому что очень часто люди ставят заоблачные ценники, и за ними скрывается ноль вообще, там, даже в минус что-то. Я за то, чтобы, знаешь, человек все-таки осознавал и ставил не какие-то заоблачные просто космические ценники, а понимал, сколько он действительно отдает, насколько его знания действительно ценны. Я считаю, что рынок бы так гораздо, ну, здоровее стал в целом, и люди бы, вот эту, знаешь, завышенную самооценку свою проработали, потому что я встречала, когда действительно профессионалы, ну, как они себя сами называют, не соответствуют действительности. Завышенные какие-то рамки, и при этом там просто пшик. Поэтому я всегда за экологию при любых раскладах, чтобы, знаешь, людям, ну, позиция вин-вин, это вот прям моя вотчина, знаешь, такие голубые, бирюзовые компании, и правильное позиционирование, когда все в выигрыше. Это долгосрочная стратегия, потому что так тебе, во-первых, клиенты вернутся, они будут адвокатами твоего бренда, они будут любить тебя, правда, ну, за то, что ты просто есть. А, кстати, вот на Байкале не так давно была, и у меня там была, ну, ты знаешь, веселая ситуация. Начали просто отжимать там аккаунт, то есть у меня подделали все документы, пытались списать деньги с карт, и у меня инстаграм просто, ну, забрали. И я когда увидела, что мои люди просто, знаешь, там, меня начали на телефон названивать, все клиенты мне позвонили, говорят, Влада, Влада, чем помочь? Там потом я узнала, что просто люди даже, которые меня не знают абсолютно, то есть просто мои подписчики оплачивали деньги, да, мошенникам, но они же не знали, что это мошенникам, то есть они меня дистанционно поддерживали. И знаешь, для меня вот это было таким вот прям знаковым событием в моей жизни, что я делаю правильно, что люди там не сказали, а, блин, у тебя проблемы, ну и коза, и так вот, и хорошо, что с тобой вот так вот. А что они объединились, и знаешь, я такую семью почувствовала, ну, я поняла, что я делаю действительно правильные вещи в этой жизни, наверное, раз у меня такая мощная поддержка. Я, знаешь, вот спасибо, что эту тему тоже затронула по поводу того, что есть, может быть, перекос из-за собственных там эго и комплексов в то, что типа я супердорогой, меня никто не понимает, да. Да. Типа вот, может быть, это не совсем корректно будет переводить такой пример, но вот возьмем пример Тинькова. Вот вы не задумывались о том, что Тиньков, у которого болезнь, там, реально страшная болезнь, рак крови, по-моему, да, у него, и он сейчас делает трансплантацию костного мозга, это обратка от всего того говна, который он просто вылил в систему, в мир, да, потому что мы с тобой тоже это обсуждали, то, что болезни, они не просто так, это сигнал нашего тела, что надо что-то менять, надо перестроиться, надо делать рефреш, надо менять свои отношения к себе, к окружающему миру, потому что у меня два года назад была поездка в Африку с продюсером Иваном Шаповаловым, продюсером группы тату, у него был рак мозга, рак мозга это 98% смерти, и он вылечился, я ему спрашиваю, как ты это вылечился, вообще как ты к этому относишься, к этому опыту, и он мне сказал такую вещь, что рак это программа самоуничтожения, то есть когда ты берешь и запускаешь программу у себя, ликвидации самого себя, потому что есть определенные комплексы непринятия мира, там, еще чего-то, и мозг это запускает. Соответственно, то же самое происходит, когда вы фоните не ту энергию. Вот я, опять же, на менторстве, на личной работе с, там, одним из ребят спросил, какую энергию ты даешь в деньгах, в клиентам, да, то есть какой посыл у тебя? Посыл больше с них отхапать и заработать на тачку себе, либо им помочь? Да. Очень классный пример я им приводил, это реальный случай, я в этом году ездил в Ижевск, да, там, я об этом даже писал в Инстаграме, и так как я человек, ну, верующий, я сходил в церковь, в храм, там были мощи Матрёны, потому что Матрёна мне помогает, вот сейчас окно закрою, не было лишних звуков, вот, и я пришел в храм и задал вопрос, то есть я помолился и подошел к иконе, задал вопрос, а какая у меня миссия на эту жизнь? И я начал выходить, соответственно, с храма, и меня останавливает человек, похоже на без особого места жительства, от него пасет алкоголем, ну, как бы, не особо приятные внешности и запаха, да, но он меня останавливает и спрашивает, что такое память? Сначала я хотел его оттолкнуть, я думал, ну, как бы, пьяный человек, мало ли, там, бывают всякие там люди, но потом я подумал, что я же задал вопрос, и мне этот вопрос, ответ пришел, я должен послушать, и я начал слушать, он мне говорит, что такое память? Я говорю, ну, память это все, что с нами происходило, потом он спрашивает, что такое творчество? Я говорю, творчество это то, что мы создаем из памяти, и он мне такую интересную вещь говорит, то, что ты множишь боль, когда создаешь из памяти, то есть память это, как правило, отрицательнее какой-то опыт, то есть это какой-то экспириенс наш, который нам позволил выжить, мы сделали какие-то для себя выводы, но он, как правило, болезненный, то есть нас там обидели, оскорбили, у нас что-то не получилось, чтобы нам расти дальше, мы, как бы, делаем выводы и идем, но когда мы создаем, а творчество это не только рисовать картины, это тоже маркетинг, это все то, что вы делаете в работе, даже если вы продаете тапочки, это все равно творчество, потому что вы что-то создаете, вы творец, и когда вы работаете из памяти, вы множите боль, и именно поэтому, как бы, многие бизнесы закрываются, именно поэтому вам прилетают там болезни, там, не знаю, у вас маленький средний человек, вы банкротитесь, потому что в системе невыгодно, чтобы вы множили, ну, говно и боль. Нет, она от вас убавляется, это да. Да, да, и, как бы, я это тоже не сразу осознал, то есть мы, опять же, это с тобой обсуждали, то, что в системе выгодно, чтобы вы работали на систему, это не значит, что вы должны работать каждый день, там, в офисе, нет, это не про это, это про то, что вы должны работать на развитие всего. А не на... Да, то есть вы можете думать о том, как помочь людям, это тоже развитие системы, как делать их более осознанными, да, там, как вот твоя миссия, там, моя миссия поделиться своими знаниями с большим количеством людей. Потому что моя миссия это коснуться большего количества людей своими какими-то идеями. И неважно чем. Книгами, музыкой, выступлениями на маркетинг-форумах и так далее. Там вот спрашивают, не поняла, что не так с Тиньковым. Тиньков вел себя очень неадекватно по отношению ко многим людям. То есть он ругался матом, наезжал, оскорблял, критиковал, показывал, как он бельет на яхте. Вот это все говно, он вот это все делал. Он сам извинился потом за это, когда вы можете в Инстаграм прийти почитать. Потому что люди не сразу это осознают. Они осознают это только тогда, когда им прилетают. И они понимают, что они делали неправильно. Да, это я с тобой согласна. Сейчас вспоминаем волшебное слово безоценочность. Наши любимые с тобой. То есть это его путь. Он сейчас с этим разбирается. Тиньков это пример. И знаешь, вот ты про память сказал, про то, что там находится. И на самом деле есть два варианта. Очень многие люди пытаются просто прикрыть это все салфеточкой и сказать, не-не-не-не, знаешь, это как бы вообще не со мной случилось, как бы я туда заглядывать не буду. Это все равно, что заходить в дом. Ты приходишь, например, в гости, да? И там хозяин, прекрасный дом, очень красиво, все замечательно. И заходишь ты в ванную, а там тнулая рыба, разлагающаяся. А ты подходишь просто к хозяйке или к хозяину и говоришь, слушайте, у вас там рыба, ну как бы пахнет, уберите. Какая рыба? Нет рыбы? Нет, вообще ничего. И то есть это все будет так, ну двигаться дальше, то есть там потом разложение черви и прочее. И вот так вот у нас память наша работает. Если вы думаете, что там что-то вот такое осталось, и это вы оттуда не уберете, оно как-то само рассосется, как там, отвратительная фраза, память о этом. Время лечит, время не лечит, оно только загнивать там еще больше дает. То есть возвращаться обязательно надо. Второй момент, что у нас люди очень любят копаться бесконечно в своей памяти. То есть вместо того, чтобы один раз проработать качественно, это тоже психологов, знаешь, затрагивает, что многие паразитируют на этом, когда давай еще раз проработаем, и еще раз проработаем, и еще раз проработаем. На самом деле качественные проработки, это, знаешь, если очень болезненный в такие моменты, ну можно два часа потратить, ну три часа на это потратить. Но в основном все эмоции, они очень быстро улетучиваются, там скорость работы быстрая, там можно это все раскопать вообще за час, за два. Ну не все прям, вот не весь объем, то есть болезненные воспоминания, они достаются и утилизируются. Но на этом выгодно многим, как бы, зарабатывать. И вот в тот момент, что многие просто всю жизнь живут в своих обидах, не могут перешагнуть через это и пойти уже дальше, созидать. Потому что, как бы, в принципе, знаешь, в позиции жертвы проще жить. Ну, это, знаешь, такая зона ответственности ноль. Ответственность, ну, как бы, дел никаких не надо, просто ты ходишь и все тебя жалеют. Ну, в принципе, тоже позиция. Вопрос, если вы хотите денег, то есть позиции жертвы, из позиции постоянно пребывающей в этом состоянии... Да, позиция, позиция получить, а не дать. Да, да, да. Из позиции, вот как раз, разложения и перемывания косточек, ну, вы там денег не заработаете совершенно никаким образом. То есть надо быстро брать, прорабатываться и идти дальше. И не зависать ни в каких процессах, типа, вот, я там еще пострадаю, и еще пострадаю, потом еще пострадаю. Ну, ребята... Очень, очень интересная мысль, то, что люди, которые занимаются зарабатыванием денег и повышением своего, там, уровня жизни, они не страдают, потому что им некогда этим заниматься. Просто пизда страданиями, пизда страданиями занимаются те, кому нечем заняться. Максим, это опасно, опасно. Вы знаешь, есть тема, как бы, некогда страдать, это значит, что... Нет, ты поняла, про что я. Ну, что, сделал, решил, пошел дальше. Да, да, да. То есть тут какой должен быть шаг? То есть, да, понятно, что ты не робот. Если тебя что-то задело, ты сел, отрефлексировал. Если не можешь сам решить, иди к психологу. То есть это путь действия. Да. А путь пизда страдания, это когда ты, что-то с тобой случилось, и ты на три месяца ушел бухать. Как будто это пизда страдания. Да, какой я бедный, несчастный, пожалейте мне. Потому что, резюмирую, да, то, что мы еще сегодня проговаривали. Еще раз. Чтобы повысить свой средний человек, во-первых, нужно к себе отношения хорошие иметь, к окружающему миру, понять, что ты множишь, то есть что ты отдаешь своей услугой. То есть ты отдаешь желание, точнее, забираешь у людей деньги, чтобы себе тачку купить, да, там, либо ты им реально помочь хочешь. Вот важный момент. И уровень нормы, да, то есть какой у тебя уровень нормы? То есть как ты хочешь жить? То есть если ты хочешь жить в однушке в Химках там или где-то, да, то тебе не нужно зарабатывать много денег. Тебе абсолютно будет достаточно 50 тысяч рублей в месяц. И у меня, скажем, был человек на менторсе на букву и вот у него был запрос. Он хотел, значит, зарабатывать миллион рублей в месяц, чтобы позволить себе купить с женой и с ребенком дом. Ну, я говорил тебе про эту историю. И когда мы с ним начали копать, выяснилось, что у него проблемы с женой, именно поэтому он не хочет зарабатывать миллион, чтобы туда въезжать, в этот дом. То есть нужно разобраться. Еще очень важный момент, о чем мы тоже сейчас поговорим, это правильная постановка цели. Потому что правильная постановка, вот когда мы даже с тобой играли в игру, вот у Владмиры есть очень классная игра, всем советую, вот напишите после эфира Владмире в личку «игра», да, вот она подробнее вам расскажет. Карточная игра – это полная симуляция жизни, да, там три стадии, там юность, юность, отрочество и взрослая жизнь, да. И там, соответственно, ты проходишь все стадии развития себя как личности, как человека и ставишь на игру цель. И когда я ставил цель финансы, вот мою, у меня нихера не получалось. То есть вот я вроде ставил конкретно четкую цель, да. Конкретная четкая цель, зарабатывать энну сумму денег за какой-то период времени, там, с помощью вот этого. Все по смарту, все четко, нихрена не получалось. При этом я работал с пятью людьми, там сидел за столом, и меня как будто все, блин, гнобили, захерачивали и вообще ничего не... При этом я по игре там поделился со всеми ресурсами, помнишь, да, и все равно нихрена не получалось. Как только у меня произошло обнуление, то есть вот там есть такая карта, типа полностью обнуляет твою цель, все твои карточки, я думаю, блин, поставлю-ка я себе новую цель, и новая цель у меня будет связана с тем, что я хочу саморазвиваться и помогать людям. То есть вот множить свою помощь людям, то есть свои знания. Все, у меня как по маслу. Вот все поперло. И при этом очень интересный момент, что когда я... Чем больше количества людей я помогу, тем больше я заработаю. Потому что, ну, понятно, что я не альтурист, я же не монах, чтобы там бесплатно всем помогать. То есть получается... Конечно. То есть получается, у меня финансы, это как бонус. Да. Но при этом моя цель вообще не была связана с финансами. Конечно. Вот тоже очень важный момент. Да, это здесь момент, когда ты знаешь свое предназначение и куда ты идешь, деньги начинают появляться. Потому что если ты просто вот как бы нахапать и просто ради накопительства, то здесь о каких вообще деньгах речь идет? Ну да, нахапаешься. Потом только ты этими деньгами будешь платить за посаженное здоровье, за посаженные отношения и там, не знаю, покупать друзей просто, чтобы они хоть где-то были. То есть надо понимать, куда ты идешь в перспективе, для чего ты вообще, ну, условно, я не знаю, там, кто во что верит, да, ну ладно, появился в этом теле, на этой планете. Вот когда ты это понимаешь, я очень сильно прям топлю за то, чтобы люди узнавали свое предназначение. Я потому что знаю, как меняются жизни людей, когда они понимают, куда они в долгосрочной перспективе идут. Это не значит, что вот вы там через 10 лет вы должны купить дом, там, я не знаю, яхту. Это не про это. Это про то, что вы несете, какой вкус вашей энергии, как вы, как бы сказать-то, создаете реальность, что вы создадите. Может, у кого-то это материнство, окей, всякие цели бывают. Там, у кого-то классной женой стать, или классный мужем, это тоже цель. Но когда вы это знаете, то остальное, оно как уже дополнительные бонусы, как ресурсы, оно просто дополняет вашу реальность. А если вы центр не знаете, если вы его подменяете, чем вы... Вот, классно, классную ты фразу сказал, центр, точка сборки еще. Если сделано дочитали, вот он это называет точка сборки. Ну, система координат. Вокруг чего ваша личность? То есть, вот вы, вы кто? Кто у вас ядро? Вокруг чего? Еще хотел вот важный момент сказать, да, по поводу цели. Смотрите, вот чисто на своем примере скажу. Я занимаюсь боксом, да, вот вы, я думаю, кто на меня подписан в Инстаграм, я вас уже всех задолбал этим историс. Вот. Но я не ставил себе цель первый разряд по КМС. Мне было бы классно получить разряд, там, ну, не КМС, в смысле, первый юношеский разряд по боксу. Но у меня цель другая. У меня цель, во-первых, улучшить свое состояние здоровья, похудеть, быть более сильным, ресурсным. И я, когда занимаюсь боксом, я кайфую от процесса, потому что я увидел в этом красоту. Красота правильных движений. Это как танец. То есть вот, ну, те, кто боксом занимался, меня поймут, что правильные движения, это не так просто. То есть это отработка, это как шахматы еще, там есть стратегия, то есть нужно понимать, как ударить, где ударить. И это интересно. И я в процессе. И этот процесс меня настолько завораживает, что у меня пошел прогресс. Потому что мне нравится быть в процессе. Я себя не долблю целью, что типа вот через там три месяца я либо получу разряд, либо не получу. Скорее всего, я не получу, потому что я тебя загноблю просто тем самым. А когда я нахожусь в процессе, я максимально ресурсный. Да, вот. Можешь меня поправить, может, я неправильно к этому. Нет, ты абсолютно правильно говоришь, я просто хочу дополнить, что у тебя нет привязки к результату. Это самое страшное. То есть там, если бы ты вот все, мне надо топить, да, первого там КМС, короче, и прочее, прочее, то ты, если бы этого не получил, произошло бы огромное разочарование и самокопание, и саморефлексия, и все, и пипец. А так ты приходишь, даже если ты решишь выступить на соревнованиях, ты будешь относиться к этому как к игре. То есть и в игровой форме нет этого напряжения внутреннего, что я победю или не победю. Смогу я там убить противника или не смогу. И таким образом у тебя мозг свободен. Ты как танец, ты это и будешь воспринимать как что-то интересное и приятное. И не будет шизы, что, блин, все там, знаешь, все на стол, все на кон, там надо тренироваться, упахиваться. Жизнь, она не для того, чтобы упахиваться вот прям вот в усмерть, да. Жизнь, она и для кайфа в том числе. У тебя очень правильная позиция. Я просто, знаешь, когда я еще была моложе, но там, я же тоже КМС, но я знаю, и я просто знаю, что такое большой спорт, когда ты пашешь. Когда ты пашешь так, что я жила и ночевала в конюшне просто. Там работа конюшня, работа конюшня. Я прям выгорала, потому что, ну, у меня там были серьезные как бы люди за мной, да, то есть мне нельзя было их подвести. И реально, каждая, ну, там, даже если я занимала второе место, я в основном меня первое занимала, но вдруг это был такой плевок в душу, знаешь, я от этого столько времени отходила, и уже кайф терялся. Я потом просто перешла, когда мои лошадки, я люблю моих лошадок, захочу выступлю, захочу и не выступлю. То есть, как бы, знаешь, цель поменялась, и вот тогда кайф пошел реальный. Тогда вот, знаешь, деньги ради денег, жизни ради того, чтобы достигать, победить. Я очень много... Да, ты упахиваешься, усираешься. Я еще эту технику называю, вот я ее придумал, называю ее эквалайзер, я ее назвал. Вот такая фишка, то что, ну, все знают про тему колесо жизни, колесо баланса. То есть, вот есть там, условно, там несколько сфер, там 10, 7, сколько их там, вот. И вы должны, типа, вот прокачивать себя во всех сферах. Мое мнение, ты поправишь, да, вот моя идея, мое мнение, то что не надо все сферы прокачивать. Потому что мы все, то есть, вот я просто, с силой того, что я занимался 14 лет музыкой, у меня очень много остается с музыкой. Вот вспомните эквалайзер, Винамп такой был, да, вот в Windows, там, либо, не знаю, на вашей стереосистеме, либо в iTunes, там, настройки, да. Когда вы слушаете рок-музыку, вы ставите определенные настройки, не знаю, там, 2 кГц, там, для вокала, бас, там, вот. Когда вы слушаете классическую музыку, у вас другие настройки. Когда вы слушаете, там, джаз, блюз, третьи настройки. И эти настройки под каждый жанр музыки, это как люди. Все люди разные. То есть, скажем, для меня должна быть вот такая настройка, где, условно, там, скажем, семьи на 5 хватит, спорта на 3, творчества на 10, там, финансов, там, на троечку, и я буду счастлив от этого. Вот именно от этой настройки. А когда люди пытаются выстроить все на 10, на пятерку, это какафония. Потому что, если вы зайдете в эквалайзер и выкрутите все на максимум на 10, это будет просто вот, или на минус, да, или на середину, да, середина, это просто, ну, середина, как бы, ничего. Нейтралка. Да, нейтралка, да, ничего особенного. Вот, и как бы, поправь меня, если я ошибаюсь, но я для себя понял, что прежде чем определить то, что, типа, вот я занимаюсь спортом, и у меня синдром отличника, я должен где-то делать на высшую, там, на десятку, спросите себя, а реально вам нужно спорт на десятку или хватит на пятерку, чтобы получать от спорта то, что вы хотели? Это ресурс. Я получаю от спорта ресурс. Если бы я ухерачивался на десятку в боксе, я бы ходил уже с фингалами, со сломанным пальцем, и нахера оно мне надо, там, зуб мне бы выбили, да, как бы, зачем, зачем оно мне надо? А я могу, поверьте мне, я очень горячий парень, я люблю драться, правда, мне по кайфу это, ну а зачем мне оно надо? Я эту энергию лучше в бизнес пущу, понимаете, вот, поправь меня, если я не прав. Смотри, я с тобой согласна, единственное, здесь бы, конечно, хотя бы 5 баллов, чтобы в каждом сегменте было, потому что, представь, если у тебя упадет здоровье на тройку. Согласен, да. То есть, многие забьют на здоровье, я знаю таких людей, которые, да что здоровье как бы, а потом они приходят к тому, что, а блин, на здоровье важно, потому что все отказывает, поэтому хотя бы до пятерочки хорошо бы все иметь, потому что, ну финансы тоже самое, да, это как бы прожиточный, ну не то, что минимум, это нормальная жизнь пятерка, может быть, этого хватит, правда, остальное вы уже там выкручиваете сами, на серединку соблюдайте. Правильно, опять же, вспоминаем эквалайзер, то есть, если выкрутить на ноль, пропадает определенная частота, и вы не слушаете гитару, или там вокал не слышите, да, то есть, как бы для нормального слушания песни все-таки все частоты необходимы. Конечно, однозначно. Да. Это 100%. По поводу еще чего хотел сказать, мне очень многие пишут то, что я боюсь ставить большой средний чек, потому что я боюсь обосраться, я боюсь брать на себя большую ответственность, я боюсь не додать ценности клиенту, да, вот от себя отвечу, как я это решаю, вот ты ответишь, как ты вот посоветуешь людям. У меня есть очень интересное упражнение, я говорю, вот смотрите, напишите сейчас все свои строки, которые у вас связаны с клиентами. Они пишут там, боюсь не додать ценности, боюсь не доделать, боюсь там еще чего-то, а потом я говорю, замените слово клиент на слово секс. И получается, я боюсь в сексе не додать, я боюсь в сексе, что клиенту не понравится, я боюсь в сексе, это глупо, потому что, понятное дело, что первый секс, он был не идеальный, он был, вот как получилось. Но с каждым разом, так как это биологическая потребность, мы его делали лучше и лучше. То же самое с клиентами. То есть, ну, глупо сказать, типа, я не занимаюсь сексом, потому что я боюсь недодать в сексе. Ну, глупо же звучит. Или я не занимаюсь сексом, потому что есть люди другие, которые занимаются сексом лучше меня. Да, как бы, и думаешь, насколько это идиотизм, ну, как бы, идиотски звучит. Или я боюсь заниматься сексом, потому что я боюсь, что мой партнер не кончит. Ну, да, бывает такое. Да, то есть, понимаешь, вот я так вот решаю, да, таким вот шутечкой такой вот. Как ты можешь поработать? Слушай, это гениально, гениально просто. Это правда, я в восторге от этой техники. Спасибо тебе огромное. Мы идем, ну, в моей работе мы идем на встречу страхам. То есть, прям проживаем их, что будет самого страшного. И потом народ понимает, что на самом деле страха-то нет. Либо ты постоянно будешь в этом состоянии, а вдруг, а вдруг, а вдруг. Либо ты один раз посмотришь на страх в глаза, и тогда уже, как бы, ты можешь с ним работать на самом деле. И вот из моей практики большее количество народа боится обратной связи. Боится разочароваться в себе. А там же сразу потеря лица идет, потеря статуса. А еще наш клиент, это сразу автоматом перенос на маму или на папу, там, кого боится человек разочаровать. И там такие концепции. И вместо того, чтобы просто сделать простое действие, там миллиард концепций, почему, блин, нельзя. И можно, конечно, долго-долго пидориться с этим, ну, прям вот страдать там, решать это все. А можно просто один раз сделать через обычные действия банальные. Взял, сделал, взял, сделал. Чем дольше ты откладываешь какое-либо действие, тем больше у тебя появляются концепции, почему, блин, это не надо делать, или почему это надо делать по-другому. Поэтому вот пришла мысль, вот сразу делайте, реализовывайте, докручивайте потом в процессе, потому что, ну, как там, замечательно. Лучше один раз вовремя, чем сто раз правильно. Режимирую. То есть как побороть страх, поставить больше средний чек и попросить за свои услуги больше? Или начать работать с крупных клиентов? Либо посмеяться над этим, либо пойти навстречу этому страху. Еще есть у меня другая методика, я называю ее туалет. Да, вот у меня почему-то с туалетной тематикой все связано. Это туалет, прям твое. Да, это мое. По Эрику Берну есть просто три типа личности, там, типа, вагинальные, оральные, уритуральные и анальные. Вот я, видимо, анальный, да. Вот. Соответственно, когда у вас появляется страх перед клиентом, да, вот, и у вас начинается думание, типа, а что будет, если я возьму сейчас этого клиента, ему не понравится. Он подаст на меня в суд, он возьмет, вернет деньги обратно, он пожалуется остальным. Я всегда, вот, техника туалет, да. Представьте, что вы хотите ссать или срать лучше, срать, вот, вот, срать, да, вот. Вы очень хотите срать. И вы, вот, понимаете, если через три минуты вы это не сделаете, то, как бы, оно окажется в штанах, да, вот, извините, извините за прямоту, но вы должны это просто представить, осознать просто. У всех раз в жизни такое состояние было. И вы видите, то, что там есть торговый центр, где-то там 100 метров, да, вот вам дойти, там есть торговый центр, где по-любому есть туалет. Вы же не задумываетесь. Так, идти мне в этот торговый центр, а вдруг там нет бумаги? А какого цвета там бумага? А какого вкуса там бумага? А если там очередь? А на каком этаже туалет? А добегу ли я, да, вы просто, блядь, бежите, потому что вы хотите срать. Техника срать, техника туалет, вот. Поэтому, то есть, вы вместо того, чтобы думать, себя останавливаете, вы просто бежите, делаете, и по ходу действия решаете все свои проблемы. Да, там может оказаться очередь. Ну, вы же можете сразу срать, да, вы можете сориентироваться, и в силу своих коммуникационных качеств, либо того, что вы боксер, можете решить проблему с очередью. Если там нет туалетной бумаги, опять же, дипломатия и коммуникация, постучать в соседнюю дверку и сказать, братан, дай бумагу, понимаешь, либо еще что-то придумать. Всегда можно найти выход по делу, но представьте себе, если бы вы поступали так же, как с клиентами, вы бы стояли, думали, и вы бы обосрались в штаны. Вот так делают большинство людей, которые вместо того, чтобы делать, они думают. Максим Терейль по ним была, зачем ты на бокс ходишь? Чтобы точно набежать. Да, я на бокс хожу, чтобы чуть что я знал, что я могу вместо слов перейти к действию. Поэтому это как бы очень помогает. Ой, гениально, я тебя обожаю, правда. Спасибо, спасибо. Взаимно, взаимно. Вообще шикарный эфир, по-моему, и народу просто настроение поднимем, и все что надо скажем. Да, это я с тобой абсолютно согласна, просто на миллион процентов, что надо просто действовать. Думать будете после того, как сделали. Потому что слишком много вообще этим концепциям отдают времени, пространство и сил люди. А вместо этого кто-то уже пожинает ваши результаты. Сто процентов у вас были мысли, которые надо было когда-то воплотить. Потом смотришь, уже 10 лет прошло, уже кто-то это воплотил и бабки делает на этом. Да, да, да. Поздняк, поздняк, поздняк. Я всем посоветую, да, вот от меня, вот тем людям, которые боятся зарабатывать, которые боятся брать больше средний чек. Я вам посоветую почитать книгу Абрамовича и Березовского, да, потому что у них очень умные мысли есть. Одна из этих умных мыслей такова, что... Потерял мысли, прикинь, только что была. Так, что же говорил Абрамович? Бывает и такое. Блин, прикинь, реально вылетела мысль. Короче, почитайте Березовского Абрамовича, вот у них вот автобиографии есть, они писали. Блин, вылетела. Давай ты, давай ты начни, а я вспомню. Что ты посоветуешь, какие книги там, что почитать, посмотреть? Что почитать? Мою книгу почитать на самом деле, я сегодня буду нескромной, у меня как раз новый тираж вышел, сейчас ее покажу. Вот, моя книга «Хозяин жизни», потому что там по полочкам прям я рассказываю. По ступеням и про предназначение, и про то, как финансы увеличить, как со страхами работать. И еще прям очень много глав, которых каждая глава берись и делай. То есть, если хотите начать делать, пожалуйста, вот она, вот у меня прям сейчас тираж новенький, поэтому успевайте заказать. Буквально через пару дней она будет у вас, вы можете уже начать целевые действия по улучшению ваших результатов. Зачем откладывать дальний ящик то, что можно делать уже сегодня? Вот, поэтому сегодня я буду нескромной, простите. Это, у меня прям эта отсылка на этот, знаешь, как будто ты по телевизору это рассказал, и там такая бегущая строка, типа, закажите книгу. Такое тоже может быть, да. Да, вспомнил, что хотел сказать у Абрамовича, есть очень, и Борисовская, есть очень интересная отсылка на, они отсылаются на Иван Дурак, они это называют. То есть, вот они говорят, вот в бизнесе есть куча аналитиков, которые сидят и анализируют рынок, просчитывают показатели. Значит, на это тратятся миллионы долларов, там, запускать, не запускать бизнес. А тут появляется Иван Дурак, который, не зная всех конъюнктур, всех там анализов рынка, там, емкости и так далее, просто берет, запускает и получается. И все кручат, то есть, блядь, да он дурак, он сейчас обосрется, а он не обсирается. То есть, они говорят, да, они говорят, там капкан, ты в нем попадешь, он не попадает. И все говорят, да, ему повезло. Нет, ему не повезло, просто он делал. Он вместо того, чтобы сидеть и надрачивать себе мозг, он просто делал, и все. Поэтому, самая лучшая методика, да, вот, которая всем поможет абсолютно, сколько бы вы не зарабатывали, просто идите и делайте. Если вам не хватает денег, просто повысите свой средний чек, и будь что будет. Не будет у вас клиентов, ну, блин, ну, понизите, что, понизить не повысить, понимаете? Это точно, это однозначно. А самое интересное еще там, вот, ты как раз про мышление дурака сказал, у него просто нет идей, что у него не получится. Да, да, да. Вот рефлексия там отсутствует. Но, и самое интересное, это еще спасибо, наверное, родителям, и есть, правда, такие люди, знаешь, у которых, правда, все прокатывают. Вот, правда, у них просто как по массу все проходит. Просто потому, что нет вот этой вот жесткой концепции, знаешь, иногда умно-бедной фраза такая, да, когда человек слишком много на обдумывание, слишком много, а потому что не получится, и он сам протягивает, начинает эти самые страхи. А они начинают на движении. Я, опять же, я, опять же, это сравню с сексом, да, вот, у меня все сравнения такие, они очень запоминающиеся. Вот вы, когда занимаетесь сексом, вы же не думаете, так, под каким углом вставить, а так, а что она сейчас почувствует, да, а с какой скоростью это делать, вы же это, понимаете, если вы будете об этом задумываться, вам будет плохо, и ей будет плохо, да, из точки зрения мужика, говорю. Вы должны быть в процессе, вот я же сегодня говорил про состояние потока в боксе, да, вы должны кайфовать от самого процесса, да, и как только вы начнете кайфовать от процесса предпринимательства, создания собственного бизнеса, там, не знаю, онлайн-курса, там, не знаю, там, услуги для клиента, вот тогда будет хорошо и вам, и клиенту. А когда вы ставите себе амбициозную в кавычках цель, заработать миллион рублей, ухерачиваете целый год, портите себе здоровье, портите отношения с девушкой, с женой, там, с родственниками, с друзьями, вот кому от этого хорошо? Никому. Никому однозначно, поэтому просто ставьте нормальные цели, и, кстати, большую цель можно есть по кусочкам, да, слона надо есть по кусочкам, то есть большую делите на какие-то небольшие шаги, и их уже целенаправленно выполняете. Я своим клиентам даю очень классную технику, поделюсь с вами. Вот, если у вас нет мотивации, если не хочется вставать с утра, отдел у вас вагон, начинайте большое дело, например, то же самое, встать хотя бы с кровати, делить на маленькие. Сначала одеяло откинули, похвалили себя за это, сказать, я такой молодец, что это сделал, все, я победитель, чемпион. Скинули одну ногу с кровати, повторили похвалу, и так далее, и тому подобное. Вот, вуаля, вы уже зубы чистите. Также с тренировкой самая тяжелая тема, это надеть, блин, кроссовки и выйти из дома. Но если вы вышли за дверь, ну вы же не повернетесь, такой, ну, пожалуй, я не пойду. Ну, то есть вы уже все сделали, как бы уже начали движение. Главное начать, потом вы втянетесь. Первый раз, второй, третий, потом это уже цикличность приобретет. Поэтому вот простое действие, большое действие выделите просто на маленькие кусочки, и будет вам замечательно все работать. Спасибо большое. У нас эфир подходит к концу. Напоминаем, что мы сегодня с замечательной Владмирой общались на тему того, как повысить свой внутренний средний чек, как зарабатывать больше. Надеюсь, мы вам помогли. С вами был Макс Белоусов и Владмира. Если вы хотите, чтобы Владмира с вами поработала, да, там, у нее есть, там, разные форматы работы, напишите ей в директ. Я прикреплю ссылочку обязательно на Владмиру, да. А если вы хотите поработать со мной, тоже ссылочка будет, да, там, значит, кто кому... Точнее, кто кому ближе, да, там, либо я, либо Влада, да, вот, пожалуйста, обращайтесь, вот. Надеюсь, мы вам помогли сегодня, было полезно, мы старались, мы отдали вам энергию, мы с вами сегодня веселились, там, обсуждали серьезные вещи, вот. Как тебе вообще эфир? Слушай, огненный эфир, с тобой одно удовольствие просто работать, взаимодействовать, шикарно просто, мне кажется, мы с тобой подали контент. Но я вижу просто еще комментарии, огонь, классно, поэтому я уверена, что людям тоже понравилось. И тебе спасибо за, знаешь, новые инсайты, новые мысли и такой заряд бодрости, вообще шикарный. Благодарю тебя огромное. Тебе тоже большое спасибо. Знаешь, вот один из глубоко уважаемых людей на нашем, скажем, медиарынке, которым я действительно прислушаюсь, которым действительно приятно коммуницировать, прям, спасибо, что ты есть, дорогой. Спасибо большое, спасибо. И спасибо всем, кто смотрел. Спасибо вам, Лариса. Всем пока. Всем пока. Всем пока.